Привет, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу рассказать о своих общениях с Рокетбанком. На днях я решил завести еще одну карточку себе. Я ничуть не боюсь всех этих ограничений дурацких. И я решил завести карточку Рокетбанка. Тем более, что, во-первых, обслуживание карточки абсолютно бесплатно. Она, как говорят, удобна. Ну и еще один фактор, то что там есть такая же акция типа «Приведи друга», только у Тинькова за «Приведи друга» платят 300 рублей, а здесь 500 рублей. Причем 500 рублей платится и тому, кто привел, и того, кого привели. Соответственно, 500 рублей не просто рублей, а как у Тинькова, как просто наличными можно взять и снять эти 300 рублей. А здесь Рокетрубли, так называемые. Но, тем не менее, их как-то можно конвертировать в рубли из курса «Один к одному». И, соответственно, я в интернете нашел тут же человека, который предлагает свою партнерскую ссылку. Я заполнил по этой партнерской ссылке, чтобы получить вот эти самые 500 рублей. И человеку, в общем, человек за меня получит 500 рублей, мне абсолютно не жалко. Вот. Короче, заполнил. Что было дальше? Тут же мне приходит сообщение там, значит, на сайт. Все шикарно, вот так вот сделано, значит, там... Давайте мы вам ее... Все, карта уже изготавливается, где вы ее хотите получать. А вот получать карту Рокетбанка можно только в крупных городах. Очень крупных городах. Вот. В отличие от Тинькова. И, ну, какой у меня ближайший крупный город? Москва. Я там часто бываю. Говорю, ну ладно, хорошо. Давайте в Москве. Буквально послезавтра будет. Или завтра даже уже. Ну, хорошо, давайте завтра. Назначил в офисе открытия, буквально, на Павелецкой, с 17 до 19. Мне приходит сообщение, о, великолепно, значит, все. За 40 минут до встречи примерно представитель вам позвонит. На следующий день мне надо ехать в Москву. Ну, не в Москву, а в Нахабино. И я, значит, еду, я так рассчитал, что, в общем, к 5 часам я где-то 5-6 часов с 5 до 7 могу доехать до Павелецкой. Где-то в районе 5. Я, без 10-5, выезжаю из Нахабино, я закончу свои дела. Мне никто не позвонил. То есть мне говорят, за 40 минут до встречи позвонят, никто не позвонил. Я думаю, что такое? Ну, ладно. А я думаю, вообще стоит, не стоит, вообще нахрен мне-то нужна карточка. Дай-ка я позвоню. Сам в колл-центр набираю номер, он бесплатный, там 8-800, все дела. Говорят, колл-центр такой дружелюбный, дружелюбный. Слушайте внимательно, что было. Значит, звоню я по номеру 8-800, набираю. А у Тинькова колл-центр отвечает моментально. Сейчас, ну, как бы, от этого очень много зависит. Тут длинные гудки. Я такой, думаю, что такое, не отвечает. Ну, ладно, это уже признак не очень хорошего, так сказать, организации, потому что, если идут длинные гудки, значит, там не хватает, там что-то экономят, короче говоря, на операторах. Потом бамс, поднимают трубку, и молчание. Такой, думаю, что-то не то. Вот, потом какое-то шуршание, что-то падает там, короче говоря, и опять молчание. Я такой, думаю, что-то не туда попал, что ли, вроде 8-800 набирал. Я уже смотрю, номер какой набирал, а там такой, на том проводе. Алло. Я такой, я говорю, ну, алло. Вот. И девушка такая, ну, что вы хотите? Я такой, как я что хочу вообще? Ну, вот. Я, в принципе, ожидал, что это будет. Ну, как бы, профессиональный колл-центр, как отвечает. Здрасте, Рокетбанк, меня зовут Наталья. Значит, а, здравствуйте, Юрий, потому что они уже наверняка должны видеть, кто им позвонил. Здрасте, Юрий, это Рокетбанк, меня зовут Наталья. Чем могу помочь? То есть, я ожидал такую фразу, а тут такое, знаешь, ушание, потом какое-то что-то падает, что-то, а потом такое, алло. Вот. Ну, как бы, вот такое. Вот. Я говорю, ну, алло. Она говорит, что вы хотите? Я говорю, а я вообще куда попал-то, Рокетбанк? Ну, да. Вот. Я говорю, ну, вот, я тут вроде заказал карту, вроде встреча у нас назначена, сказали, что за 40 минут должны позвонить, там не звонят. Я сейчас узнаю. И отбой. То есть, я такой, не понял вообще, надо мне ехать туда или нет. Перезваниваю. 8 800. Опять длинные гудки. Опять длинные гудки. Я такой думаю, ну, вот, ну, как бы, явно признак непрофессионализма, конечно. После каких-то длинных гудков, еще круче. Здравствуйте. Я единственный бот Рокетбанка. Сейчас все операторы заняты. Но мы вам обязательно, значит, соединим. Не бросайте трубку. И опять гудки, короче говоря. Ну, я не дождался, бросил трубку, естественно. Вот. Ну, надо отдать должное. Через, там, пару минут мне перезвонил человек уже с московского номера. Абсолютно вменяемый, нормальный парень молодой. Он говорит, да, да, здравствуйте, Юрий, вот, вы звонили в Рокетбанк, какой у вас вопрос. Я говорю, ну, вот так и так, встреча назначена. Да, да, сейчас вот вам позвонит девушка, которая с вами должна встречаться. Ну, дальше надо сказать, что девушка позвонила. Но, правда, девушка какая-то была тоже... У нее голос какой-то был такой осипший, что ли, я не знаю, простуженный какой-то такой вот. Ну, трудно было с ней разговаривать очень, потому что я... Ну, я в машине ехал за рулем, тяжеловато было. Вот. Ну, я говорю, а что не позвонила, так сказать, за 40 минут? Ну, нам сказали, вернее, там, это самое, да, за 40 минут позвонить, но, типа, время еще не истекло, и вот так. Блин, ну, странно, конечно. Короче, первое мое знакомство с Рокетбанком прошло вот так вот, вот, и я бы сказал, что впечатления от Рокетбанка очень остались, не очень. Вот. Ну, потом, значит, девушка еще перезванивала, там минут через 10 подойду, там минут через 10. Вот. Ну, я там сидел в кафе, ждал ее. В конце концов она пришла, вот, ну, сфотографировала меня, все как положено, вручила карту, вот, спросила, есть ли у меня вопрос. Я сказала, есть. Вот. Задал ей вопрос, на который она не смогла ответить, к сожалению. Она сказала, там будет чат, в этом чате на любые вопросы вам все ответит. Вот. Ну, собственно говоря, я забрал карточку и... Че там дальше беседовать? И уехал домой. Вот. Такая первая, так сказать, как бы встреча была. Вывод какой я хочу сказать, что о Рокетбанке, ну, по крайней мере, вот, на этом этапе, на этапе получения карты, служба поддержки клиентов работает крайне непрофессионально. И я не хочу, то есть я понимаю, что представители Рокетбанка наверняка увидят это видео. Я постараюсь, чтобы они это сделали. Вот. Если не сделают, то это вообще банк отстойный тогда. Вот. Наверняка должны увидеть. Вот. И, конечно, они прослушают те разговоры, которые я с девушками вел. Пусть порадуются. Вот. Но я хочу сказать, ребята, девушка не виновата. Виноваты вы. То есть служба поддержки. Тинькова ругают, там, или, там, сказать, ну, когда вот разговариваешь с сотрудниками колл-центра, я прекрасно понимаю, что они работают по скрипту, и как-то вот, ты с живым человеком работаешь, общаешься или нет, непонятно всегда. Вот. Но. Я убедился, что скрипт нужен. Ну, блин, по крайней мере, научить их при подъеме трубку говорить, здравствуйте, Юрий. Вы позвонили в Рокетбанк, меня зовут Наталья, чем могу помочь? Блин, ну, элементарная вещь, ребята, вы чё? Я хочу вам помочь, чтобы ваш банк лучше работал. Напишите скрипты. Скрипт разговора, он необходим просто. Там могут быть какие-то, значит, чтобы, да, с человеком живым хочется разговаривать, конечно, но скрипт должен быть. Друзья мои, блин, без этого нельзя. Ну, что это такое? Алло, а вы чё хотите? Ну, слов нет, короче говоря. Вот. Ну, на сегодня всё. Я, так сказать, думаю, что я про Рокетбанк ещё буду снимать видео. Тем более, что там реферальная ссылка есть. Вот. Ну, пока я ещё не всё выяснил с этим банком. Я уже пополнил счёт на нём, уже, значит, оплатил что-то, так сказать, там проблем не было пока. Вот. Приложение на мобильник установилось, там всё хорошо. Ну, более-менее оно дружелюбное такое, нормальное. Вот. Будем смотреть. Вот. Я надеюсь, что это видео было полезно. Я надеюсь, что это видео будет полезно для Рокетбанка и для его службы поддержки клиентов. Я очень надеюсь, что они, ну, как бы, примут к сведению мои, как бы, вот эти вот штуки, замечания. Дружеские замечания. Я вас очень прошу исправить это дело, ребята. Так дело не пойдёт. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Субтитры подогнал «Симон»